Вадим Красносельский, выступая на съезде, подчеркнул, что главная цель съезда быть услышанными мировым сообществом, чтобы призвать международные структуры использовать дипломатические меры и защитить Приднестровье от давления Молдовы. У народа Приднестровья есть права и свободы, это касается и внешнеэкономической деятельности. По итогам съезда принята декларация, которую направят в адрес России, ООН, ОБСЕ и других международных организаций. Нынешний съезд депутатов всех уровней проходит в эпоху мощного геополитического шторма, отметил Вадим Красносельский. Молдова, как и прежде, использует глобальные потрясения для ущемления интересов нашей республики. Глава государства подчеркнул, что Приднестровье – это страна, которая самостоятельно выполняет все социальные обязательства перед жителями республики, обеспечивает их права и свободы, развивает экономику и выступает исключительно за мирный диалог с соседями. Кишинев, оказывая давление на нашу экономику, стремится ухудшить положение каждого приднестровца без исключения, отметил президент. Очень смешно выглядит заявление некоторых должностных лиц Молдовы, что Молдова выплачивает пенсии, пособии и зарплаты приднестровцев. Это ложь. Только приднестровский бюджет это делает. Это вся нагрузка на всех жителей Приднестровья. Мы выполняем свои социальные обязательства. Мы следуем трем основным принципам развития Приднестровья. Политическая стабильность, экономическая самодостаточность и социальная справедливость, которые входят в основу нашей государственной идеи. Вадим Красносельский подтвердил, политика государства останется неизменной, несмотря на экономический шантаж и грабеж со стороны Молдовы. Президент обратил внимание съезда на провал попыток извне сорвать съезд, напугать людей и заставить приднестровцев замолчать. Голос приднестровцев должен быть слышен. И мы должны говорить о своих свободах, о своих правах, о своей свободной экономической деятельности, о переворванном процессе и, конечно, в итоге о мире на приднестровской земле. Все, кто поднимал истерику, это люди против Приднестровья. Это люди против мира на приднестровской земле. Это надо четко понимать. По итогу заседания депутаты всех уровней приняли резолюцию и декларацию съезда. Они решили. Обратиться с просьбой о реализации дипломатических мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы в адрес Совета Федерации и Государственной Думы России. Попросить генсека ООН учесть неотъемлемые права приднестровского народа и пресечь нарушения Молдовы прав и свобод приднестровцев. В адрес ОБСЕ будет направлено обращение с призывом повлиять на руководство Молдовы для возвращения к адекватному диалогу. Попросить Международный комитет Красного Креста обеспечить приднестровцев социально-гуманитарными правами. Отдельная просьба к Европарламенту приложить все усилия для предотвращения давления Молдовы. Отдельные письма будут направлены в Межпарламентскую ассамблею СНГ и в адрес участников формата 5 плюс 2. Резолюция и декларация принята депутатами единогласно. В ближайшее время документы направят адресатам.